Часто же бывает, что ты три раза в день тренируешься, особенно на сборах. Вот здесь ты начинаешь ломать себя. То есть это как-то перешло от твоего азарта, от твоего желания к обязанности. И насколько ты силен внутренне, настолько ты выдерживаешь эти нагрузки. Роль разводящего, специализация разводящего, это очень сложная роль. Если ты ведешь пять человек из шести, стоящих на площадке, ты должен человека изучить. Когда он хороший, когда он упал духом, как его загрузить, то есть изучать этого человека. А волейбол это сразу влечет за собой. Да, нет, ошибка, нет. И здесь, если ты возбужден, ты должен это всего в себе держать. И выливаться в нужный момент, в нужном количестве этого желания. Должен и с мячом работать, и с партнером так же соседствовать, сыгровку вести. Бильярд это примерно то же самое. То есть, что с того, что ты проигрываешь, начнешь сильнее бить. Тут нужна хладнокровие, точность. А ты где, Юра, в первый бильярд начал жарить? Начинал железными шарами играть или сразу? Нет, костяными. Костяными? А я еще гонял в этих. И железными? Да. У нас был случай, выехали в Волушту на сбор. А тогда же, знаешь, база спартаковская в Волуште, знаменитая. А буревестник не выслал нам деньги. Вовремя туда, в Волушту. А у нас был такой Сенька Брагницкий, он был в разводящей, в Политехническом институте. И он катало был в этот бильярд. И вот мы сбросили последние деньги, и он пошел в бильярд играть. И на пять дней всю команду обеспечил.